И у нас сегодня в компании нашей бренд-шеф Марина Сагаманян, вот, и это большая удача, что она сегодня с нами, с её плечами и Мишленовские рестораны, и школа поварская рагу, и она сейчас ещё немножко попозже расскажет о себе побольше, и даже она продюсировала программы на телеканале «Моя планета». Так что вообще, звёздный состав. Перейдём к митболам. Ну что, давайте перейдём к митболам. У нас с вами должен быть для этого подготовлен фарш. У меня вот такое примерно количество, я думаю, 250 фарша. Первое, что мы с вами сделаем, я вас просила заранее почистить чесночные дольки. Если вы это сделали, почистите, пожалуйста, шкурку сейчас. Я вот на такое количество фарша возьму их три, наверное. Но если вы не любите чеснок, то положите поменьше. Если вы очень любите чеснок, то положите побольше. Вот, и с чесноком есть такой лайфхак небольшой. Нужно разрезать пополам дольку, и у него внутри вы увидите такой стебелёк. Вот специфический вкус чеснока и такой запах слишком резкий часто даёт именно вот эта его серединка, и её лучше удалять. То есть в ресторанах её всегда стараются удалять. Поэтому давайте мы с вами сделаем всё правильно, и вилкой или кончиком ножа вынем эту штуку из всех трёх долек. Это быстро, и поверьте, что на вкус блюда это влияет самым лучшим образом. Вот. Это совсем не сложно, но, собственно, это, по-моему, одна из первых вещей, которые я узнала в школьной школе, меня это как-то поразило, что такие маленькие вещи действительно часто влияют на вкус блюда. Так, мы почистили чеснок. Теперь мы берём чеснокодавку или чеснокодавилку. Я, кстати, никогда не знала, как правильно называется этот предмет по-русски. В общем, пресс для чеснока. Кладём весь наш чеснок в пресс, нарисов по ней, он такой большой. И смело выдавливаем его прямо в фарш. Очищаем ножом. Теперь нам нужно с вами сгустить основу. Мы солим. Ну, солим по вкусу, поскольку тут как бы не ресторан. Каждый делает, как он привык. Но вообще в ресторанах еду солят очень сильно. И это тоже одна из первых вещей, которых я научилась в кулинарной школе, что, как правило, в ресторанной кухне еду солят, там, типа, три раза больше, чем вы бы это сделали дома, чем я бы это сделала дома. Потому что столь очень хорошо раскрывает вкус еды. Не стоит вот есть такое упражнение «довести до вкуса». Как правило, нужно посадить хорошо. И часто это очень сильно исправляет блюдо и улучшает его. Так, теперь мы берём чеснок перец. Тоже добавляем его в фарш. В фарш. Теперь мы берём такую штуку, которая называется копчёная паприка. На самом деле в Испании есть такая штука, которая называется пиментон. То есть вот такая копчёная паприка, которая здесь продаётся в России в основном, это действительно перец, который паприка, сладкий перец, который взяли из-за капсили. В общем, дыма и углей. В Испании есть вот этот самый пиментон, который сам по себе при высушивании обладает вот таким копчёным вкусом. И на самом деле копчёная паприка либо пиментон — это классный способ придать вот такой аромат дымка блюдом, который вы готовите без всякого дымка, то есть просто всё на куски, такой вот вкус кебабами, шашлыком. И также у меня тут орегано, они смешаны с паприкой. Мы берём, сейчас поставим наш фарш. Ещё нам для фарша понадобится петрушка. Я вас тоже заранее просила оборвать с неё листья, чтобы не тратить на это время, но если вы не оборвали с неё листья, то сделайте это сейчас. И возьмите вот эти риски петрушки, она вот у меня такая хорошая горсть, большая. И мелко-мелко-мелко нужно порезать. Вообще петрушку всегда лучше резать как можно мельче, потому что сами листья, они такие жёсткие, острые. И если вы порежете её не очень мелко, её будет неприятно есть достаточно, особенно фарш. То есть вы очень порезаете, постараться, не ведите себя и порезаете померяче. Вообще вот обрывание листьев петрушки для меня такая немножко боль, потому что когда после любой самой крутой петрушки стажёр приходит в ресторан, первое, что ему дают, это обрывать листья с петрушки. То есть петрушки это как правило какой-нибудь огромный-огромный ящик с размером, не знаю, с ведро. И в общем стоишь ты на этой кухне, думаешь, что ты сейчас тебя научат каким-то невероятным секретом, а стоишь вторую неделю, своими днями обрываешь листья с петрушки. Вначале меня это расстраивало, конечно, очень, но потом я поняла, что это классный способ просто смотреть спокойно на то, что делают другие, как-то наблюдать, задавать вопросы. Так что я думаю, что в этой такой армейской жестокой системе есть смысл определенный. Ну, в общем, в нем, во всяком случае, мы хотят, конечно, немножко отдельно. Так. А как долго может длиться эта стадия, что ты режешь петрушку или чистишь лук, например? Ну, на самом деле, зависит от твоей, зависит от шефа. То есть есть рестораны, в которых, мне кажется, эта стадия не прекращается, где очень много стажеров, и просто не всем находится место даже где-то рядом с шефом, а ты стоишь где-то вот там сбоку с этой петрушкой. Но это также зависит от твоей инициативы. То есть ты говоришь, что ты могу посчитать петрушку, а можно я там вот это сделаю, и шеф видит, что ты как-то можешь, тебе это можно доверить, потому что, в принципе, это же будут есть подобные люди, вот эта ответственность, то эта стадия может там настать через неделю. А может вообще и не наступить. Ну, вот в моем случае, как раз, неделя проходила, прежде чем, там, не допускали до чего-то еще. Ну, то есть, конечно, самое почетное, стоять рядом с шефом, помогает шефу. Шеф обычно стоит на раздаче блюд, то есть, когда все уже компоненты блюда готовы, он красиво вкладывает всю эту тарелку, поджигает комфорткой, пробует все это перед тем, как отдать. И это, конечно, самое классное, не почетное. Также шеф работает, как раз, с дорогими продуктами, то есть, если у нас есть какие-нибудь осеменоги, или белые грибы, или, там, трюфели, или икра, то, как правило, с этими продуктами работает шеф, и тоже такая возможность, если посмотреть, как работать с другими продуктами, которые не пачка, не нужно идти на кухню. Итак, мы с вами замешиваем фарш, в общем, все, что мы туда выжили, выдавили и посолили, поперчили, нужно замешать. Так, мы с вами вынесли фарш, я сейчас надену перчатку, вы можете этого не делать, я просто иду с мясом работать в перчатках, но совершенно не обязательно для вас. Вот, и нам с вами нужно будет сформировать, собственно, мидболы или кефтельки. Вот, то есть, по сути, это не очень испанская продукта, там, например, в Италии мидболы любят, в Испании, ну, тоже едят, но это не первое, что, хотя там, в нескольких барах, где была вот именно такими голыми, подавали как закуску, вот такую легкую, то есть, легкую, одновременно, небольшую, но сытную. Но вот, по сути, баранина, вот этот копченый перец, чеснок и петрушка, кстати, чеснок и петрушка, это такое сочетание, тоже очень испанское, они очень любят, особенно с морепродуктами и с мясом, но используют чеснок и петрушки, по сути, оно довольно испанское. И мы с вами формируем такие шарики, где-то размером от резкий орех. Теперь нам нужно будет с вами разогреть масло на сковороде, сковороду, оливкового, и ставим жарить наш мидболы. У меня, кстати, вопрос. Я уже от нескольких людей слышала, что оливковое масло не очень полезно нагревать на сковороде. На самом деле есть несколько видов оливкового масла. Есть масло экстра-бёрджин оливковое, нерафинированное, а есть так называемая санса или смесь рафинированного и нерафинированного масла. То есть в чём, собственно, о чём речь? Речь о том, что у рафинированного масла очень низкая температура горения. То есть при нагревании оно очень быстро начинает дымиться и, во-первых, теряется своё... То есть гореть, по сути. Во-вторых, оно теряется своё полезное свойство, во-вторых, создаёт такой неприятный запах. Но у рафинированного масла эта температура горения выше. И, собственно, поэтому смесь этих масел даёт возможность, с одной стороны, готовить на качественном продукте оливковое масло полезное, с другой стороны, добиться того, что температура горения не будет вам мешать. В общем, мы жарим митболы, переворачивая их периодически, должна образоваться такая корочка. В общем, это не так долго, и потом нам нужно будет налить туда немножко воды в митболы и подождать, пока они... Пока параллельно поставьте, пожалуйста, кипятится чайник с водой. Нам с вами понадобится вода для того, чтобы перейти к гарниру для наших митболов, для тартара. Я переверну на другую сторону митбола, потому что, в принципе, уже подрумянилась одна сторона, но вы смотрите по своей плите, по своей сковороде. То есть смысл в том, что они должны быть такие поджаристые. Ну, вот как котлеты вы жарите. Вот, мы переворачиваем на другую сторону, и ещё нужно будет немножко подождать. Вот, а мы пока с вами будем делать тарта. Возьмите помидор, вот так вот крестообразно его, как я показала, на отрежье, с двух сторон, вот здесь и здесь. И теперь нам с вами нужно будет ошпарить его тапитком. Вот моя вода вскипела, я беру его прямо в миске, его так поливаю этим тапитком, чтобы кожа начала отходить. Теперь мы достаем его аккуратно, так не обожгитесь, пожалуйста. И прям рукой вот эта кожа у нас начинает сниматься. Видно, что она достаточно легко отходит. Я слышала такое мнение, что почистить помидоры, это какой-то томат, что это так сложно, зачем это. Но на мой взгляд, это не сложно. Это действительно очень влияет на вкус готового блюда. Поэтому советую вам чистить помидоры тогда, когда это необходимо. Это легко и приятно. Так, помидоры мы с вами почистили. Нужно вот снимать только вот эту вот тонкую кожицу, самую верхнюю. Теперь мы с вами будем готовить тартар. Что такое тартар? Вообще тартар – это вид нарезки прежде всего. То есть, например, соус тартар, есть стейк тартар, да, многие из-за знают. Ну, собственно, тартар – это не какое-то отдельное блюдо, это все, что нарезано мелким-мелким кубиком. Вот. И, соответственно, тартар из томатов – это, по сути, томаты, нарезанные мелким-мелким кубиком. Что мы с вами не будем делать. Единственная, какая особенность в этом блюде, что нас интересует, чтобы оно было таким плотным, и чтобы оно не растеклось. Чтобы оно не растеклось, нам с вами нужно из томата удалить жидкость, как бы удалить семена. Их можно не выбрасывать, вы можете их использовать потом для какого-то соуса, для супа. Вот. Мы с вами разрезаем такие четвертинки томата. У меня большой кубик, я его разрежу на такие восьмой части. И вот вы видите, что в нем есть такие семена. То есть, вот эта вот такая жидкая часть. Нам с вами нужно ее удалить. Мы ее прям ножом берем, такой раз, вычищаем. То есть, остается только такая плотная мякоть. Это тоже нас будет интересовать для нашего блюда. И максимально мелко его режем. Вот такие кубики, ну, где-то по полсантиметра толщиной. Давайте-то мне надо отправиться, смотреть, как ходят семена. То есть, я, наоборот, сижу, кайфую. Я не режу помидоры, не отделяю семена, но мне очень нравится сам процесс. И хочется, хочется тоже... Мне кажется, что он такой медитативный и приятный. Если кого-то здесь, и кто-то, правда, не надо себя мучить. Помидоры вкусные. Если вы взяли спелые и хорошие помидоры, то они вкусные в любом случае. Так, я нарежала свои томаты. Я их сейчас все помещу в мисочку. И проверю, как там обстоят дела с митболами. Вы тоже проверьте свои митболы. Можно, если вы сомневаетесь в готовности, можно взять какую-нибудь палочку и ножик, и проткнуть. И посмотреть, как там. Ну вот, митболы готовы. Мы сейчас еще немножко доделаем. Чуть-чуть осталось. Смотрите, нам нужно взять мяту. Теперь для нашего... Вообще мята и баранина — это такое классическое сочетание. Но тут у нас мята будет не в баранине, а в, собственно, гарнире к баранине, в тартаре. Мы берем мяту, обрываем с нее листочки. На один помидор можно там 10 листочков оборвать. И мелко-мелко режем эти листочки. Это придаст тоже такую дополнительную свежую ноту, потому что баранин сама по себе довольно такое жирное, тяжелое мясо. И практически во всех кухнях его принято чем-то оттенять. Либо фруктами, либо какими-то травами свежими. Либо вот даже есть такой в арабской кухне баранина с розовой водой. Традиционное блюдо. То есть вот всегда нужно как-то чуть-чуть. Это, конечно, классно, что она такая насыщенная. Многие из этого не любят баранина, но мне кажется, что это такой вот вкус у нее смартный. Но хочется просто немножко ее облегчить. Вот, соответственно, мы берем мяту, мелко режем и добавляем в наш тартар. Теперь мы берем с вами уксус. Лучше всего, если это белый винный уксус, но, в принципе, любой подойдет. Буквально капаем одну каплю. И берем орибковое масло. Уже хорошее, рафинированное орибковое масло. Не то, на которое мы выезжали, а качественное масло, которым вы заправляете салаты. И заправляем наш салат. Наш тартар, вернее. Ну, кто не ударял семечки, удовольствует просто салат. Марина, ну ты педант. Если семечками, то это салат, а без семечек это тартар. Все запомнили. Вот, и, собственно, все перемешиваем. Мы можем попробовать. Так, теперь я все это выложу на тарелку на одну. Красиво. Я выложу сюда вот немножко тартара. И сейчас я принесу мидболы. Можно просто положить, если у вас нет шпажки, можете положить их просто друг на друга, каком-нибудь башенкой, как вам нравится. Может, вы садите их на шпажку. Все, я перестала, я закончила. Марина, спасибо тебе огромное. У меня пяти кресленки я не готовлю. Я бы пожалела о том, что я не готовлю. Вот, очень любопытно, потому что мне, кстати, кажется, что мидболы будут не хуже сочетаться с приоратом, хотя, наверное, Марина задумывала мидболы главным образом по триберу, но мне кажется, что они с приоратом замечательно зайдут и в первую очередь за счет вот этого тартара с мятой, потому что я говорила, что в приорате тоже вот есть в винах приората есть вот эти оттенки пряных трав. И я вот, например, в своем вине почувствовала мяту эвкалипт. И мне кажется, по аналогии вот этот тартар с мятой, который там есть, он чудесно сработает тоже с приоратом. Можно ответить на какие-то вопросы? Да, да. Вот в составе было в списке ингредиентов сухой орегано. Мы его как-то упустили или не добавили? Сухой орегано был добавлен фарш бараньи. А, я поняла. Хорошо, спасибо. Не за что. Вообще, все, скажем так, баранины замечательно сочетаются со всеми теми винами, в которых есть в ароматике оттенки каких-то пряных трав. И поэтому вот классическое сочетание баранина плюс вины из Южной Роны, потому что в винах из Южной Роны красных всегда там какой-то базилик, орегано, как раз вот эти вот все пряные травы. А в приорате, да, это тоже может быть. Кстати, в Рибердендуэра тоже могут быть такие оттенки. Мы сейчас с вами на это посмотрим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забудьте отметить колокольчик. Ну и, конечно, ребята, ваши комментарии, ваши вопросы тоже приветствуются. Мы будем очень рады.